В современные технологии для молодых аграриев. В Никологорском аграрно-промышленном колледже открыли пять новых мастерских в рамках нацпроекта образования. Масштабный процесс обновления запустили еще в прошлом году. Новые мастерские решили обустроить на базе уже имеющейся. В ней ремонтировали сельхозмашины. И вот спустя год вместо одной появилось целых пять просторных и современных мини-лабораторий. Здесь студенты будут получать не только знания в сфере сети фермерства, ветеринарии или геномной инженерии, но и наращивать практический опыт. Ведь помимо обновленного ремонта здесь появилось и новейшее оборудование. На открытие приехал и Владимир Сипягин. Я уверен, что вот такого рода мастерские на базе наших профессиональных учебных заведений дадут максимальный эффект для профессионалов, которые в них обучаются. И вот если говорить о сфере сельскохозяйственного производства, то для нас это очень важно, поскольку мы делаем огромный упор и огромный аспект на развитие сельского хозяйства на территории Владимирской области. Кстати, о сети фермерстве. Это популярное в наше время занятие садоводов, а именно выращивание зелени, овощей и фруктов в городских условиях. И в этом колледже о сети фермерстве знают практически всё. Есть такое понятие, как гидрабоник. Вот как раз наши студенты сейчас будут готовить питательный раствор, так как растения не в земле растут, а именно растут в питательном растворе. Вот кто-нибудь когда-нибудь слышал, когда было первое упоминание гидропоники? Первое упоминание гидропоники было, только подумайте, в 600-м году до нашей эры, в знаменитых висячих садах с Мерамидовой дилами. На обустройство современных мастерских было направлено свыше 42 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Лаборатории комплектуются современным специализированным оборудованием по международным стандартам WorldSkills. Главная задача мастерских – подготовка конкурентноспособных рабочих кадров. Наши ребята уже не раз доказывали свой профессионализм в рамках национального чемпионата WorldSkills России. Речь идет о восьмом конкурсе, который состоялся в сентябре этого месяца. Наши ребята заняли золотое, серебряное медали, кроме этого четыре бронзовых медали. А выпускники из данного колледжа уже пятый год становятся победителями по направлению эксплуатации сельхозяйственных машин. Помимо обновленных мастерских в аграрно-промышленном колледже, губернатор осмотрел Центр культуры и отдыха в Вязниках. Он переживает второе рождение благодаря нацпроекту «Культура». Капитальный ремонт здесь начался в 2019-м. На него выделили почти 22 миллиона рублей. На первом этапе отреставрировали фасад и кровлю. А в этом году силы бросили на обновление сцены. Каркас полностью реконструировали. Поверхность покрыли специальным противопожарным линолеумом. Полностью заменили осветительную систему. Обновили занавес. Следующий этап – ремонт полов и замен кресел зрительного зала. Работы обойдутся еще в 4 с лишним миллиона. И даже на этом останавливаться не собираются. Нам нужно ремонтировать еще внутренние помещения, кружковые комнаты, доделывать работы внутри зала, заменять, приобретать новые кресла. И предстоит еще работа, видимо, по такая достаточно серьезная, ремонтная, пополам в зале. Наш зал достаточно большой, хороший. Все вы знаете, что он является опорной площадкой, опорной точкой размещения коллективов и в рамках всероссийского фатьяновского праздника. Кстати, для творческих коллективов в рамках нацпроекта «Культура» приобретен микроавтобус на 13 мест стоимостью около 2 миллионов. Участие Везняковского района позволило приобрести на деньги, полученные по национальному проекту, а это 1,8 миллионов рублей, автоклуб, который позволит нашим прекрасным коллективам Везняковского района доносить свое творчество до самых удаленных уголков. Губернатор отметил, что наш регион активно участвует в реализации нацпроекта «Культура». В его рамках уже были капитально отремонтированы два ДК в Камешковском районе. Идут ремонтные работы в ряде сельских домов культуры в пяти районах области. А также строится абсолютно новый сельский дом культуры в селе Порецком Суздальского района.